Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Я с мужем была в разводе, у нас общая дочь, ей сейчас 4,5 года. На момент развода ей было 2,5. Полгода назад бывший муж умер. Я до сих пор ничего не рассказал о ребёнку. Не знаю, как правильно и как она отреагирует. Вот, интересно, вас не вспоминает и спрашивает про папу, ждёт и скучает. Сейчас у меня появился мужчина, он живёт и работает в другом городе, но планирует переезжать в Нашку. Он и дочь пока не знакомы, я боюсь знакомить, так как переживаю состояние дочери. Не знаю, как поступить правильно. Мы сейчас живём у мамы, с нами ещё живёт бабушка. Этот момент меня тоже напрягает, а тоже сказывается на ребёнке негативно. Мама меня не понимает, говорит, зачем тратить на съём квартиры, если можно жить с ними. Я устал, я хочу быть одной хозяйкой. И, быть может, у ребёнка поведение будет другое, потому что сейчас она никого не слушает, хулиганит. Но у неё сильная привязка ко мне. Без мамы никуда, ни с кем без мамы не спит, не ест. Помогите, пожалуйста, мне 25. А какой, скажите, пожалуйста, помощи конкретно вы хотели бы? Вот. Потому что тут ведь несколько есть моментов, да? Основных, пожалуй. Ну, первое, с чего я бы, наверное, начал, это то, что, по моему мнению, основой для всей этой ситуации является, ну, как мне видится, да, как мне кажется, основой для всей этой ситуации является то, что вы у своей дочери, вот, по сути дела, получается, сформулировали вот этот, ну, это зависимость, вот, ну, как мне кажется. И я думаю, что эта зависимость, она не просто так возникла, а она возникла именно, вот, в силу того, что вы боитесь, вот. То есть, у вас, у вас есть, ну, какие-то страхи, вот. Нужно посмотреть в этом смысле, чего конкретно вы боитесь, вот. И чего конкретно вы опасаетесь. И как формируется, вот, такое, ваше отношение и поведение с дочерью. На мой взгляд, здесь, возможно, ваши, ну, ваши собственные проекции на дочь, на ребенка, связаны с тем, что вы к ней, вы к ней находитесь слишком близко. И когда человек, вот, находитесь слишком близко, да, к другому, то появляются вот такие, в общем и целом, вот, ну, такие реакции. Пример. Пример. Такие реакции, как у вас. Вот. Реакции, такой, знаете, я бы сказал, привязанности, что ли. Вот. 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 И с вашей стороны тоже это есть. Важно, на мой взгляд, понять и увидеть, как это происходит. Вот. Каким образом это происходит. И что определяет, вот, такую вашу поведенческую мобель. Вот. А я бы, конечно, ну, не стал бы, как-то, вот, однозначно говорить о том, что всё связано, всё, всё связано исключительно с этим. Вот. Я думаю, что несколько есть основных причин. Вот. Но, тем не менее. В первую очередь, вы подавляете определённые чувства. Вы пытаетесь для, вероятно, своей дочери быть какой-то такой идеальной, хорошей мамой, подавляя себе свои чувства. Ну, по сути, не знаю, подавляя свою человечность. Вот. Потому что, ну, для человека очень естественно переживать, да, оплакивать близких людей, даже если ваши отношения с ними закончились. Вот. Поэтому, я думаю, что вот вот то состояние, которое вы можете как-то приписывать своей дочери, вот, которое может возникнуть по вашим словам у неё. всё. Вот это состояние, это то, что, возможно, чувствуете вы вы сами. Вот. только, ну, как-то вот запрещаете себе это проявлять, да, вот, запрещаете себе это выражать, вот той или иной степени. И, соответственно, как, как мне видится, и, как мне кажется, это является проблемой. А, конечно, у дочери есть, а, некоторые ограничения в плане восприятия каких-то событий. Вот. И, в принципе, чем, вот, чем, так скажем, спокойнее, да, вы скажете своей дочери о том, что произошло, да, то, что произошло, как бы, как бы это было неприятно, но, то, что, то, что произошло, это, к сожалению, нормально. То есть, да, это больно, это тяжело, но это нормально. Так бывает. Вот. И, если вы скажете своей дочери об этом, просто, вот, что так бывает, да, что, человек, как бы, ну, что больше его нет, что он, что больше, например, там, мы его не увидим, и так далее. Вот. Абсолютно спокойно. Вот. Ладно, не бояться реакции ребенка. Ребенка, вот, на этом, в частности, вот, допустим, его, каких-то, да, его слез, например, и так далее, потому что, ну, оплакивать, оплакивать, ну, близкого, оплакивать близкого человека, нормально. Вот. А вы этого, вот, как будто, ну, как будто боитесь. каких-то, каких-то, ну, чувств, вот, ребенка. Вот. Как будто вы боитесь, что, ну, вот, что он, может выразить, да, что-то, их. И вы, вот, как-то, значит, ну, там, не будете знать, что вам делать, допустим. Вот. то есть это вот, в данном, эээ, случае, вот, эти страхи, вот, они, вероятно, эээ, связаны с тем, что вы, эээ, сами себе запрещаете. Вот. Тоже какую-то, эмоциональность. В частности, вот, в отношении, там, эээм, мамы вашей. В частности, в отношении, эээ, бабушки, возможно, тоже. Вот. То есть, какие-то такие вот, эээ, ну, какие-то эмоциональные проявления, да, вот, вы себе, эээ, запрещаете. На мой взгляд, и это, конечно, не может, не может не быть проблемой. Поэтому, если говорить о помощи, вам, то, начинать. Начинать. Нужно с проработки, эээ, ваших отношений, с родителями, да. Вот. Научение, эээ, принять, эээ, свои, эээ, ну, своих эмоций, да, своих, эээ, своих чувств, эээ, вот, ээээ, эээ, к ним. Вот. Потому что, ну, это, это нормально. То, что, ээээ, ээээ, вы, ээээ, чувствуете то, что вы, ну, то, что вам, там, что-то не нравится, и так далее. Вот. Вот. И, ээээ, ээээ, дальше уже. Смотреть. Да. Вот. на то, что вы будете чувствовать, как вы, как вы, как, эээээ, как вы будете чувствовать, когда? Вот. Т.е. ваша, привязка, к, эээ, к, ээээ, дочери, и ээээ, такой, эээээ, страх за, ээээ, вот. Эээээ, являются следственными отношений, с ээээээ, эээээ, эээээээ, ээээ, ээээээээээ, вашими родителями, бабочкой и мамой, и с ними вы что-то себя подавляете, да, и это проявляется на дочь в данном случае. Поэтому она без вас, как вы говорите, никуда, да, вот это, ну, по сути, это что, это про неумение выстраивать личные границы, вот, с близкими людьми, вот, этому нужно учиться, вот, этому необходимо обучаться, потому что если этого не делать, да, то вот у вашей дочери позднее будет очень тяжело, к сожалению. Вот, ну, как-то так, как-то так, я думаю, вам пока что можно ответить, вот, с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии, да, вот, значит, сначала разобрать свой конфликт, да, разобраться в своих противоречиях, а потом уже дальше, я думаю, что естественным образом с дочерью всё, ну, всё решится, естественным образом. потому что дети легче переживают какие-то вещи, если взрослые, но важно понимать, что очень хорошо дети считывают, считывают реакцию родителей, вот, и если ребенок почувствуют, что, ну, например, что чего-то вы, допустим, не договариваете, если ребенок почувствует, что, ну, что вы обманываете его, например, и так далее, то это будет куда более хуже для вас, нежели чем то, чего вы опасаетесь, вот. Лично мне кажется, что базовая проблематика заключается в том, что вы себе запрещаете чувства, как я уже сказал, и вот это вот, ну, как-то переносится на ребенка. То есть вы боитесь проявления чувства ребенка, вот. Возможно, возможно, вы даже их подавляете, то есть подавляете какие-то чувства своего ребенка, вот. Ну, не специально, да, то есть я не говорю, что прям специально вы это делаете, но вот есть у меня такое ощущение, то можете, 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 можете вы так поступать, вот. И вот с этого, с этого, пожалуй, и нужно начинать работать вам, значит, с психологом, да, в этом направлении необходимо работать. И я думаю, что потихонечку, потихонечку все будет молаживаться, вот. У вас, во-первых, значит, самой собой будет потихонечку налаживаться. И, значит, ну, во взаимодействии с ребенком так все будет налаживаться. Вот. То есть все, сейчас, по крайней мере, вот то, что вы описываете, да, это такая история, она, как бы, ну, скажем так, сборная, то есть вы проговорили несколько проблем, вот. И они все, может быть, и связаны, да, но нужно постараться разобраться в том, как именно они связаны, потому что вот. И без этого решить, ну, вам помочь довольно сложно будет. Удачи вам! Всего самого доброго! Обращайтесь за помощью! Буду благодарен вам за обратную связь, по моему ответу это позволит начать над собой работу. Спасибо!